Я уверен, что все транспортные компании теперь перестанут продавать билеты лицам призывного возраста. Вот увидите, это будет сегодня в ближайшее время об этом объявлено. Мало того, думаю, что мы вспомним вот те 90-е годы, когда, если помнишь, Валер, на въезде в Санкт-Петербург стояли такие блокпосты. Было дело, да, конечно, конечно. На въезде в Петербург, на трассах, которые, так сказать, на таких больших участках, там, где передвигается большое количество транспорта, вот там будут стоять блокпосты, будет стоять военная полиция, которая будет проверять паспортный режим и будут спрашивать военные билеты, будут спрашивать разрешительные документы, связанные с тем, что человек покинул место жительства. И думаю, что просто это только начало. Как будет развиваться вот эта новая ситуация, сейчас предсказать до конца нельзя. Но будем наблюдать, как говорится. Смотрите, да, но вот всё-таки, вот мой вопрос был о том, а что для вас неожиданного было в речи Путина или в этом документе, я про указ. Было что-то такое или нет? Давайте слушайте, я на самом деле, я вот вчера, после того, как Дума с такой космической скоростью приняла законы, где предусмотрела ответственность, дополнительную ответственность, уголовную ответственность в военное время в ходе мобилизации, уже всё было понятно, что сейчас Путин объявит что-то новое. Либо он действительно войну объявит Украине и всему оставшемуся миру, либо объявит мобилизацию, что, в общем, друг от друга не сильно отличается. Поэтому для меня неожиданностей там никаких не было. Весь указ я прочитал, там одного пункта там не хватает, это седьмой пункт. Я именно про него, да, седьмой пункт. Вы лучше меня знаете и разбираетесь в таких документах, и вы, грубо говоря, наверное, можете предположить, что там, скорее всего, могло быть. Это нормальное явление наличия секретных пунктов в указе президента. Ну, как нормально. Я уже встречал несколько раз подобного рода вкрапления секретные, которые не публикуются. Скорее всего, вот судя по тому, как бы, судя по тому, как соструктурирован этот указ, этот пункт касается поручений, которые выдаются, которые президент выдал Министерству обороны. Министерству обороны, может быть, Министерству внутренних дел по организации вот этих мобилизационных мероприятий. Это как раз то, о чём я и говорил, что, значит, обеспечить, ограничить возможность перемещения граждан из одного субъекта в другой, то есть поставить запрет на продажу билетов без разрешительных документов. Организация как раз выдачи этих разрешительных документов, блокпосты для Министерства обороны, скорее всего, значит, какие-то действительно ориентиры, которые вот были объявлены, то, что 300 тысяч человек должно быть призвано. Может быть, эти 300 тысяч как раз фигурируют в этом пункте. Но это такой вот пункт, который касается поручений, которые выдаются в адрес федеральных органов исполнительной власти. То есть Министерство обороны, Министерство внутренних дел, может быть, там, я не знаю, Росавиации, например, там, ограничить, как раз выдать указания авиакомпаниям не продавать билеты без разрешительных документов. Знаете, мне вот сейчас только что написал один из моих хороших знакомых, который руководит туристическими компаниями, сразу несколькими в России. Он утверждает, что их теперь заставляют в договоры включать положение, согласно которым туристы должны убедиться сами в наличии у него прав на выезд за пределы России, а также свободного перемещения по территории нашей страны. Мне кажется, это важнее. Ну, это просто требование закона. Сейчас вот в соответствии с законом, по-моему, 21 статья закона о мобилизации сказано, что граждане, подлежащие призыву, еще не призванные, только лишь подлежащие призыву, они ограничены в праве покидать места жительства без разрешительных документов. То есть вот надо, что называется, ну, вместо жительства это значит просто сидеть дома и, может быть, ходить на работу, но так, чтобы никуда не уезжать, никуда не в отпуск, никакие, так сказать, командировки запрещены и так далее. Ну, вот смотрите, с другой стороны, вот отлавливание потенциальных, мобилизуемых, мобилизируемых, наверное, уж сейчас мы столько слов изобретем, это же, ну, сумасшедшие какой-то машины не нужны, это логистическое мероприятие, огромное. Неужели мы можем его организовать, в смысле, наша страна, наше государство за такой короткий срок? Думаю, да. Думаю, ну, в этом плане, так сказать, ну, будет сложно, будет как бы не без всяких перекосов, но это же, понимаете, это учет. Учет ведется даже в мирное время, в общем, так сказать. То есть воинский учет, там военкоматы, там сидят специальные женщины, там бабушки, которые, вот, так сказать, ведут эту картотеку, кто где прописан, соответственно, ты при прописке, перепрописке должен перевозить свои документы из одного военкомата в другой и, соответственно, вставать на учет в новом военкомате, если ты меняешь район, например, да, внутри субъекта одного, да, из одного района переезжаешь в другой район, встаешь на регистрационный учет по месту жительства, ты должен, по идее, встать еще и на воинский учет, если ты призывного возраста.